Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Телефон эфира 300-190. Зазвоните, задавайте свои вопросы. Сегодня в студии Ирина Чекунова. А теперь представляю наших экспертов. Итак, Игорь Анатольевич Шульчев, прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прав и свобод граждан прокуратуры Тверской области. Игорь Анатольевич, добрый день. Здравствуйте. И Екатерина Анатольевна Мышковская, прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Тверской области. Екатерина Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня говорим о теме, которая касается каждого жителя региона. Это выплата заработной платы. И еще раз напомню, что получение своевременной и полной заработной платы это право каждого работника. А выплата зарплаты это ключевая обязанность каждого работодателя. Причем, уважаемые друзья, никакие чрезвычайные ситуации, бедствия и угрозы не должны влиять на выплату заработной платы. Какова реальность сегодняшней непростой экономической ситуации? В стране мы поговорим сегодня об этом. Соблюдают ли работодатели эту священную обязанность? Никакие угрозы, чрезвычайные ситуации не должны влиять на выплату заработной платы. Я знаю, что сегодня в эти буквально часы прокуратуры Тверской области проходят горячие линии. Люди звонят именно по выплате заработной платы. Да, совершенно верно. У нас сейчас пользуются как раз-таки случаем еще раз для наших телезрителей. Номер телефона 8 980 630 03 87. По указанному номеру телефона на этой неделе в период с 21 по 25 марта проводится горячая линия в рабочее время с перерывом на обед. Поэтому люди звонят действительно. Звонят звонков много? Вот сегодня, например, откуда со всей области? Со всей области. Сегодня только поступило порядка 20 с лишним звонков на горячую линию. Соответственно, звонят по разным вопросам, но в основном по теме горячей линии, по заработной плате. В разных районах, разные ситуации. Естественно, все фиксируем для дальнейшей проверки и принятия необходимых мер. Вот я, кстати, хочу напомнить, уважаемые друзья, мы на эту тему, потому что тема действительно горячая, мы уже не первый раз ее обсуждаем. И во всяком случае обсуждали в начале года, по-моему, 22-го, с прокурором Тверской области. И не устаем повторять результат работы прокуратуры за предыдущий 21-й год. Когда на 1 января 21-го года задолженность по заработной плате была свыше 80 миллионов рублей, а в течение года она ликвидировалась на 95%. Так что к началу 22-го вы подошли с задолженностью в 4 миллиона рублей. А это судьбы конкретных людей за каждой этой цифрой. Да, совершенно верно. Органами прокуратуры Тверской области колоссальная работа была проведена по направлению выплаты заработной платы. Свыше 80 миллионов рублей за год было погашено задолженности по заработной плате. Соответственно, в настоящее время мы не можем как-то ослаблять на этом направлении свой, скажем так, потенциал. Мы должны постоянно быть в курсе событий, постоянно анализировать происходящее событие, проводить мониторинг ситуации, которая происходит в стране, и, скажем так, реагировать превентивно. Должны понимать, где у нас может возникнуть нарушение закона для того, чтобы постараться избежать этого. Вот, кстати, вот ваша позиция, Игорь Анатольевич, относительно сегодняшней ситуации, потому что мы сейчас живем в условиях жесточайших экономических санкций. Когда у нас есть совместное предприятие, у нас чем-то владеют иностранные инвесторы, владельцы иностранцы. Но я знаю, что на сегодняшний день пока ни одного предприятия, где связанного с зарубежными, что называется, активами, не закрыты, приостановлены, да? Если мы говорим про Тверскую область, да, ни одного предприятия и сокращения у людей на сегодняшний день у нас не было. Данная ситуация на постоянном контроле находится в прокуратуре области. Мы, что называется, постоянно анализируем ситуацию, потому что, сами понимаете, ситуация довольно-таки непредсказуемая, потому что зависит от внешнеэкономических и внешнеполитических факторов. Да, здесь уже у нас нынче каждый день приносят какие-то такие известия, иногда не очень, мягко говоря, приятные. Наша задача, поскольку труд в нашей стране, хоть и не обязанность, а право гражданина, но реализация этого права, она необходима гражданину для того, чтобы, грубо говоря, существовать, для того, чтобы кормить себя, свою семью. Поэтому людям необходимо это право реализовывать. И если человек, тратя свои силы, своё время, не будет получать зародную плату, я считаю, это грубейшее нарушение закона, и это невозможно допустить просто. И реагировать на это нужно жёстким образом. В связи с чем вот с этой ситуацией, связанной с иностранными предприятиями, и с предприятиями, с организациями, где есть иностранное участие, а также, может быть, организации, которые непосредственно взаимосвязаны, чья деятельность связана с этими организациями. На территории Тверской области пока не прекращали деятельность. Со всеми этими организациями поддерживается постоянный контакт. И задача органов прокуратуры не только реагировать на то, что уже произошло, ну, грубо говоря, на нарушения, которые уже состоялись, и принять необходимые меры к их устранению и привлечению людской ответственности. А также важная задача быть, что называется, впереди. То есть, да, у вас есть список этих организаций? Вы знаете эти предприятия, организации, знаете, что может случиться в любую минуту? Конечно. И поэтому мы ни в коем случае каких-то репрессивных мер или недружественных мер к указанным организациям не применяем. Никакого негатива, наоборот, даже способствуем тому, что если вдруг какие-то проблемы существуют, потому что в настоящий момент там моратория на проверке этих организаций. То есть, поэтому мы идем только навстречу, но при этом мы, вот общаясь с руководителями организаций, ясно даем понять, что права наших граждан на оплату труда и иные трудовые права мы будем защищать. И мы будем реагировать на любое нарушение в любом случае. Но, во всяком случае, сегодня, вот в этом эфире, мы можем еще раз обратиться к гражданам, которые трудятся в таких организациях. И если что-то случается, то надо звонить в прокуратуру, да? Да, конечно, звонить в прокуратуру по номеру горячей линии. Давайте еще раз повторим номер горячей линии. Это до конца, это конец марта, пройдет время? Это вот с 21 по 25 марта. Ага, еще раз, давайте телефончик. И работает ли этот телефон в остальные дни, или только он приспособлен для горячих линий? Этот телефон приспособлен для горячих линий. Вот, в частности, на этой неделе этот телефон посвящен горячей линии по нарушению трудовых прав граждан, в том числе на оплату труда. 8-980-630-03-87. Куда в остальные дни года можно звонить? Ситуация такая экономическая, похожая у нас не на короткое время. Куда обращаться? Смотрите, ну, помимо органов прокуратуры, которые, естественно, ставят всегда в приоритет трудовые права граждан, люди могут обращаться в органы прокуратуры Тверской области, в прокуратуру Тверской области, в районные прокуратуры, а также непосредственно в Государственную инспекцию труда в Тверской области, которая осуществляет контроль надзор в сфере защиты трудовых прав граждан. Ну, я думаю, что у нас люди, наши слушатели уяснили, мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, не переключайтесь, уважаемые друзья, 300-190. Уважаемые друзья, еще раз добрый день, тема дня в эфире, телефон прямого эфира 300-190, говорим о насущном, говорим о том, как отстоять свои права при получении заработной платы, живем в тяжелых экономических условиях, санкции, страшнейшие санкции, возможно, кого-то сокращают, какие-то предприятия закрываются, что делать, куда звонить, у кого искать защиты. Давайте еще напомним телефон горячей линии, который в эти буквально минуты проходит в областной прокуратуре, именно по вопросам заработной платы. Да, телефон горячей линии 8-980-630-03-87. Обращаю внимание наших телезрителей, радиослушателей, на то, что в случае нарушений трудовых прав граждан, в том числе на оплату труда, звоните, обращайтесь, выслушаем заявление, примем. Давайте мы поговорим о том, какая ответственность работодателя ждет за то, что он нечему оплачивать. Но в такой ситуации оказалось предприятие, это не ново, что называется. И знают ли работодатели, что существует не только административная, но и уголовная ответственность, в каких случаях она наступает? Да, действительно, право на труд у нас сформулировано очень подробно и очень окончательно в статье 37 Конституции Российской Федерации. Охрана данного гарантированного права непосредственно занимается уголовное законодательство. В частности, в статье 145 прим. 1 уголовный с Российской Федерацией в полной мере указана уголовная ответственность за нарушение по выплатам заработных плат и иных выплат со стороны работодателя. А по этой статье уже привлекался кто-нибудь за последний год-два, что называется? Были такие случаи, когда люди отвечали именно уголовной ответственностью за содеянные? Да, конечно. В 2021 году непосредственно было рассмотрено судами Тверской области 9 уголовных дел в отношении 9 работодателей за нарушение трудовых прав и отсутствие выплат с его стороны непосредственно лицам, которые трудились на определенных предприятиях. Ну, наверное, уже уголовная ответственность, уже когда человек, что называется, упирается ногами и руками и не выплачивает, сколько бы там с ним бесед не проводили, сколько бы предостережений ему не было, да, он не хочет выплачивать деньги, хотя ваша-то цель не то, что я так поняла, возбудить это уголовное дело, ваша цель, чтобы в конце концов он заплатил людям, да? Ведь если он заплатил людям до, например, до того, как присел на скамью подсудимых, он может быть освобожден от этой уголовной ответственности, да? Да. Давайте еще раз это объясним алгоритм действий. Ну, непосредственно уголовная ответственность предусмотрена в отношении работодателя лишь при совершении указанных действий с его стороны умышленно, то есть из корыстных, либо иной какой-нибудь его заинтересованности. В связи с этим к основаниям непосредственно для уголовной ответственности работодателя относится наличие у него реальной финансовой возможности для выплаты заработной платы, либо отсутствие такой возможности вследствие его неправомерных действий. Ага, ну то есть это все, наличие этой реальной возможности сотрудниками прокуратуры проверяется. Конечно, конечно. То есть этому предшествует большая кропотливая работа, нужно сидеть, смотреть дебет с кредитом, что называется, да? Да. И может быть человек умышленно положил себе в карман какую-то сумму, из которой он мог бы заплатить всем заработную плату. Да. Сначала проводятся определенные проверки. Если в ходе проверки устанавливается, что действительно есть состав данного преступления, предусмотренного статьей 145 Прим. 1 Уголовного СССР, то в дальнейшем уже направляются материалы на возбуждение уголовного дела. В дальнейшем оно расследуется, утверждается обвинительное заключение и направляется дело в суд. Но работодатели перед этим по-хорошему просят, да? Вы его предупреждаете, что ему грозит? Да. Предупреждают. Опять же, в случае, если в течение двух месяцев с момента возбуждения уголовного дела в отношении данного работодателя он смог в полной мере погасить задолженность перед работниками данной организации, либо предприятия, то он имеет право быть освобожден от уголовной ответственности. Опять же, с применением положения статьи 76 Прим. 2 Уголовного СССР, то есть с назначением в отношении его меры принуждения в виде судебного штрафа. Ага. Может, судебный штраф. Тем более, что мы всегда говорим работодателям, уважаемые друзья, не дай бог будет судимость. Это на всю жизнь. Это ваша деловая репутация. Да. Опять же, чтобы применить в отношении непосредственного работодателя судебный штраф и исполнить его от уголовного ответственности, опять же, проверяются основания, по которым было заявлено ходатайство. То есть мы смотрим, а выплатил ли он точно, возместил ли, наличие каких-либо документов, подтверждающих об этом. Только тогда мы соглашаемся на удовлетворение заявленного ходатайства. В противном случае мы обжалуем. Обжалуете, да? Кстати, вот люди, может быть, нас вот слушают и думают, ну вот мне должны были три дня назад выплатить зарплату, не выплатили, но подожду до конца недели. В каком случае могут к вам обращаться, какая задержка считается криминальной уже? Ну, смотрите, если мы разделяем составы преступления, да, 145-й, да, прям один уголовного кодекса. И статьи Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях, а в частности мы сейчас говорим о части 6, части 7, статьи 527 КОАП, да, то основное отличие в том, что уголовная ответственность наступает за невыплату заработной платы в течение двух месяцев, полной невыплаты, либо невыплаты частично в течение трех месяцев. Ага, два месяца, вот надо, чтобы люди нас услышали. Если два месяца вам не выплачивается заработная плата, в полном объеме, то есть, вам дается, допустим, он должен получать 30 тысяч на руки, ему дают 10, это частичная невыплата заработной платы? Частичная имеется в виду менее половины. А, ну вот менее половины. Вот, то есть, я 10 тысяч получаю? Для частичной, для частичной уже срок три месяца. Если сотрудник думает, а что, вот мне тяжело нынче, сокращу-ка я ему заработную плату, не уведомив перед этим работодателя, вернее, работника своего, это тоже незаконно? Конечно, для сокращения предусмотрена определенная процедура. Работник обязан быть, работодатель обязан заранее уведомить работника о предстоящем сокращении. Сокращение, мы говорим пока заработной платы самой. Мы сейчас говорим сокращение... Самого, самого сотрудника, да? Самого. А вот, а если он думал, вздумал уменьшить заработную плату, потому что вот мне тяжело уменьшить, ему никого не поставив в известность? Слушайте, ну, это уже у нас трудовые отношения определяются непосредственно между работодателем и работником. Самое главное, что работодатель не имеет установить работнику заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, установленного в нашей стране. Поэтому всё остальное это уже непосредственно по договорённости. Трудовые отношения. Да, ну не получится установить заработную плату меньше без ведома работника, потому что заключён трудовой договор, работник ознакомлен с определёнными нормативными правилами, локальными актами предприятия. Поэтому, естественно, здесь самое главное, чтобы не было ниже РОТа. Ага, мы о сокращении поговорим немножечко впереди. Сейчас ещё раз, значит, два месяца не выплачивает заработную плату, либо частично выплачивает. В течение трёх частично, а в течение двух полностью, в течение трёх частично. И это уже повод возбуждать уголовное дело. Да, только я хочу более уточнить, что два месяца полной невыплаты, три частичной и непосредственно друг за дружкой. Не то, что в течение года так получилось, а вот прямо конкретно за этот отрезок, период времени. Если в январе он не заплатил, а в феврале он заплатил, что-то это уже перерыв. Это уже не повод. Это уже перерыв. Это уже он одумался, работодатель наш, да? А кто может звонить, например, на телефон горячей линии, повод, если задержка выплаты составляет один-два дня, это уже повод беспокоиться? Конечно. Это уже состав административного правонарушения. То есть, грубо говоря, если у нас установлен, как положено в соответствии с трудовым кодексом, оплата труда два раза в месяц. То есть, аванс за первую половину месяца и заработная плата уже за месяц работы. Ну, к примеру, 15-е и 30-е число. И вот если 15-го числа работник не получает заработную плату, неважно по каким причинам, тут уже это не связано никак с какой-то заинтересованностью или незаинтересованностью, просто работник не получил зарплату. Это звоночек? Это не звоночек, это нарушение. Это уже нарушение. За это предусмотрено административное ответство. Ну, звоночек для сотрудников этой организации. Конечно, для сотрудников это непосредственно звонок, и тут не нужно ждать двух-трех месяцев. Нужно обращаться, нужно в полномочные органы, прокуратуру, государственную инспекцию труда для проведения соответствующей проверки. И у нас административное законодательство тоже, вот как мы сейчас сказали, что если в январе, феврале заплатили, а в январе опять не заплатили, да, состава преступлений здесь не будет. Но законодатель вот в КОАП предусмотрел такой механизм, что не получится постоянно отделываться такой вот у нас ответственностью. Да, такая чехарта возникает. Да, вроде бы, как я такой законопослушный, вроде бы, не будем плавать в состоянии. Да, если работодатель не заплатил и был привлечен к административной ответственности, у нас по части 6, за что там предусмотрено как предупреждение, так и штраф, и в течение периода, когда он считается подвергнутым административному наказанию, еще раз совершает аналогичное, ну, то есть опять, грубо говоря, на день задержал зарплату. Рецидив уже, мы видим. Да, это признак, это рецидивность, грубо говоря. И тут у нас получается, что уже совершенно другая часть, это часть 7 той же самой статьи кодекса, за которую предусмотрена ответственность вплоть до дисквалификации этого работодателя. То есть такие дела уже рассматриваются у нас судами, и за что в случае, скажем так, в случае необходимости, ну, естественно, мы как работники прокуратуры по таким делам участвуем и высказываем свое мнение. И если у нас, откровенно говоря, недобросовестный работодатель, который уже попадается там не первый, не второй, не третий, там уже больше раз, он вполне может быть привлечен к наказанию в виде дисквалификации. От одного до трех лет. Да, такие логики, они тоже в этом углу, были такие случаи, да? Такие случаи, конечно, у нас бывали и в прошлом, и в позапрошлом году. У нас, кстати, есть организации, но если мы говорим сейчас про это, которые, что называется, рецидивом, таким страдают, что если они были наказаны, допустим, в начале года, то они могут быть наказаны и в конце года, или там из года в год. Есть такие организации? Да, такие организации есть, и, как правило, это происходит по причине уже слабой экономической ситуации внутри организации. То есть, когда уже организация сама себя не окупает, и одно цепляется за другое, долги по налогам, долги по пенсионному, социальному страхованию и так далее. И в связи с этим у нас бывает такое, что организация несколько раз в течение года привлекается к административной ответственности. Вы, кстати, ожидаете сейчас, вот в эти дни жестоких экономических санкций, дни недели-месяца, что много народу к вам будет обращаться за помощью? Большее количество? Мы ожидаем этого и в эти, и в предыдущие дни, и в последующие мы все... Хотя мы, уважаемые друзья, пережили пандемию. Да, у нас была пандемия, это было... Несколько месяцев назад мы разговаривали тоже о выплате, о невыплате заработной платы уже в условиях пандемии. И вот пришло, вот как оно повернулось-то. Да, повернулось таким образом, соответственно, самое главное для нас, это не ослаблять на этом направлении деятельности, что сказать, свою работу, проводить постоянный мониторинг, анализ ситуации, которая происходит, реагировать на обращения граждан, проводить инициативные проверки в этом направлении. И самое главное, чтобы права граждан были восстановлены. Вот поэтому мы, как бы говоря о иностранных организациях, руководителям, пользуясь полномочиями, предоставленными нам в федеральном законном прокуратуре, объявляли предостережение о том, что... Ребят, своих в обиду не дадим. Да, своих в обиду не дадим. Доли российского государства, это необходимо соблюдать и исполнять нормы нашего закона, в первую очередь. Это для нас обязательно, мы за этим будем следить, и только этот постоянный мониторинг только наращивать. А потом уже только оглядывайтесь на то, что там говорят товарищи, которые за вашей спиной стоят. Вопрос такой, наверное, Екатерина Анатольевна, к вам. Наступает ли уголовная ответственность в случае невыплаты работникам, с которыми трудовой договор не заключен? Или он оформлен не так, потому что мы сегодня совет будем давать, как не попасть в просаг, да? Опять же, по поводу этих трудовых договоров. Что делать в этой ситуации? Действительно, уголовная ответственность, она наступает и в таком случае. Не обязательно, чтобы был официальный трудовой договор, либо какие-то нарушения при его заключении. Если же лицо приступило к выполнению непосредственно своих трудовых обязанностей сведомо, либо по поручению самого работодателя, либо уполномоченного представителя данного их учреждения со стороны работодателя, то все, он обязан получать заработную плату. Даже если там что-то не было на бумажке написано, или как, вот этот договор должен... То есть, я прихожу, мне мой работодатель говорит, иди вот туда, потом сходи вон туда, принеси ту. Это уже то, что я должна выполнять, да? Я сходила, принесла, я уже выполнила свою работу. И так каждый день. Да, кроме того, это же право, оно регламентировано статьей 16 Трудового кодекса Российской Федерации. Что, как я уже ранее сказала, любой труд должен быть оплачен. Угу. А что делать, если вот, например, мода такая была раньше, не знаю, как сейчас, период испытательного срока, он работает 3 месяца, а ему, он говорит, через 3 месяца он выполнил кучу работы, а ему говорят, ты нам не подходишь, а я не такого же дурачка, а еще взяли себе. И так продолжается в течение ряда лет. Ведь есть такие случаи. Ну, такие случаи, конечно же. Что нужно помнить вообще нашим телезрителям, это то, что заключение Трудового договора, это хоть и не является, да, там у нас обязательным признаком для привлечения к уголовной ответственности и так далее, но при этом без должного оформления трудовых отношений процесс доказывания наличия трудовых отношений, он усложняется. То есть тут непосредственно уже органы выполномочены, это как прокуратура, так и государственная инспекция труда, так и органы предварительного расследования в случае, если уже имеется у нас там парциальная проверка, либо уже уголовное дело возбуждено. В этом случае нужно доказывать факт трудовых отношений. Факт трудовых отношений также доказывается по искам Государственной инспекции труда, также по искам прокуратуры, да, по, скажем так, используя полномочия статьи 45 Гражданского профессионального кодекса, когда в защиту работников мы обращаемся, в защиту нарушенных трудовых прав. То есть именно факт наличия трудовых отношений. Когда работник пришел, и ему, значит, сказали, что каждый день будешь приходить в Восток, выполнять определенную работу, да, да, да. Я получила распоряжение, да. И тут важны, наверное, показания тех, кто работает рядом, которые подтвердят, да, человек каждый день выходил на работу и работал здесь, это важно. Это, да, это какие-то внутренние, вот у нас была такая ситуация касаемо водителей. Водители устраивались в фирму, осуществляли какие-то перевозки, грузоперевозки по территории Российской Федерации, а трудовые договоры с ними не заключались, работодатель ссылался на то, что вот давайте нам ваши документы все, вот вам пачка документов, говоря о том, что это вот трудовые договоры, все остальное, подписывайте. Они все это подписывают, и этот недобросовестный работодатель, так скажем, забирает этот пакет документов якобы для какого-то утверждения и отправляет водителя в рейс. И водитель может находиться в рейсе, ну, месяц-два по России просто. Ну, дальновойщик. Да, ему даются, логист ему дает соответственные путевки, маршруты, и он выполняет работу. А когда возвращается, ну, уже там два-три месяца, понимает, что зарплату-то он не получал. И тут, конечно, для доказывания факта трудовых отношений в помощь идут вся документация, которая была оформлена, потому что водитель же пользовался, там, путевые листы оформлялись. Ну, да, да, да. Кстати, вот пандемия нас еще, наверное, научила к этому годы, скажем так, пандемии, которая сейчас сменилась вот этими санкциями жесточайшими. Очень много людей перешли на так называемую удаленку. Да? Либо они ищут работу, но работать как-то надо, деньги зарабатывать, ты не можешь ходить, у тебя ограничения какие-то, но ты сидишь за тем же компьютером и выполняешь работу, например, в городе Твери, а работодатель у тебя где-то в Магадане. Такое может быть. И что здесь, с чем, с какими проблемами мы здесь можем столкнуться? Так же, как и дополнительный заработок. Ну, вот эта вот удаленка, допустим, по заключению тех же трудовых договоров. Есть такое, что работодатель тебе там по телефону или выходя в интернет говорит, а давай мы не будем с тобой договор заключать, и я тебе буду платить больше. Тут это может быть даже происходить не в условиях удаленки. Не в условиях удаленки. Это может происходить просто в реальном времени, когда недобросовестный работодатель, скажем так, работнику прямо говорит о том, что давай будешь у меня работать, но без заключения трудового договора. Но это называется серая зарплата, да? Это неофициально. Да, мы сейчас к этому подводим. То есть с этой зарплаты, да, уже не будешь ты платить отчисления никуда. Да, да, то есть работодатель это делает для того, чтобы избежать отчислений в налоговую и так далее. Вот, и поэтому работнику это бывает, вот, то есть работнику и работодателю в данном случае это взаимовыгодно. Но также хотелось бы обратить внимание на наших телезрителей на то, что эта взаимовыгодность, она только кажется такой, на самом деле, привлекательной. Но на самом деле работники лишаются, во-первых, каких-либо трудовых гарантий. Потому что, ну, в случае, если потом не будет доказан факт трудовых отношений, это, опять же, пенсионное обеспечение. То есть работник, работник как бы работает, получает зарплату, но для государства он не работает. И доказать это сложно, да? Да, это очень сложно. Екатерина Анатольевна, вот то, что он получал, вот сколько, допустим, я получаю 50 тысяч в конверте, и мне уже не доказать, что я получала эти деньги, что я действительно работала. Да, это очень труднодоказуемые вещи, которые будут непосредственно зарплаты в конвертах, либо серые заработки. Потому что ответственности и административные, и уголовные только исключительно по официальным заработным платам, которые официально имеют определенный ряд документов, которые подтверждены. Вроде мы столько лет назад говорили об этой серой заработной плате. Мне казалось, что эти времена тоже давно ушли, а они существуют, да, еще некоторые... Ну, может быть, в каком-то роде и меньше, потому что все-таки граждане наши с каждым годом становятся все более юридически грамотными, да, благодаря все-таки правовому просвещению, которое проводится у нас государственными органами, благодаря там телевидению, да, интернету и так далее. Граждане становятся все более юридически грамотными и осмотрительными. Но при этом всегда, конечно, бывают и такие случаи. То есть здесь наш совет, получается, Игорь Анатольевич, мы какой совет даем жителям региона? Даже если вот вам такое предлагают, и уж больно вот хочется сегодня, кажется, вот сегодня, ну, хотя бы месяц, второй, получу я эти деньги, которые мне обещают, которые трудно заработать вот так вот, законным образом, да, получу я их, то это все равно не на вашу пользу, да? Да, конечно. Нужно знать, что если вы устраиваетесь на работу, значит, должен быть заключен трудовой договор и копия его вручена работнику. А, то есть у вас на руках должна быть копия? Да, конечно, конечно, в день трудоустройства, в день подписания этого договора. Ага, давайте еще, наверное, скажем работодателям, которые нас слушают, я надеюсь, какой срок, строгость наказания, если уж человек все-таки предстал перед судом за невыплату заработной платы? Ну, ответственность за совершение данного преступления, непосредственно преступления, предусмотренных статьей 145-1 Уголокс Российской Федерации, варьируется от возможности назначения штрафа до 500 тысяч рублей. 500 тысяч рублей, это лучше бы деньги заплатил людям, зарплату. Либо же лишением свободы до 5 лет. До 5 лет даже есть такое? Кроме того, также данная статья и санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения права заниматься определенной должности, либо заниматься определенной деятельностью на один срок в качестве основного наказания, либо же до 5 лет в качестве дополнительного, помимо основного наказания. Основные причины, мы уже говорили, что вот основные, что вот вы, вот когда сталкиваетесь, когда проводите проверки, что люди говорят, почему они не выплачивают заработную плату? Есть такое, говорят, мы просто не хотим, или в основном мы не можем, или как, что называют? Ну, наверное, потому что мы не хотим, никто не скажет. Да? Собственно, для этого мы нужны. Таких нагло встречали, да? Для того, чтобы провести проверку и установить. Все говорят, что мы не платили, потому что мы не могли. Не могли. А вот правда или это, или неправда устанавливаются уже в ходе прокурорских проверок, в ходе предварительного следствия и так далее. А так, причина две. Это либо, ну, скажем так, вот два направления причины. Это либо у нас заинтересованность корыстная работодателя, либо иная заинтересованность, при которой он не платит. Вот за это как раз-таки мы... То есть это обязательно признак субъективной стороны вот этого преступления, да. Не считая на то, что там два-три месяца, но еще должна быть вот такая вот корыстная, либо иная заинтересованность личности. Это ведь тоже надо доказать. Да. А другая причина, как мы уже говорили, это неграмотный, некачественный менеджмент. Это неправильный, наверное, финансовый подход к деятельности внутри организации, которая привела к тому, что организация перестала давать прибыль сама себе. И невозможность обеспечить свои обязательства перед работниками. Вот это обычно складывается к тому, что на предприятии проблема, зарплаты перестают платить. И когда это выявляется, постоянные проверки, то есть такие организации сразу попадают под контроль. И ищутся пути, в том числе совместно с нами, ищем пути выхода из этой ситуации для того, чтобы организация все-таки, трудовые права работников, во-первых, были восстановлены и не нарушались в будущем. Вот, кстати, вы сказали про проверки полномочия прокурора. Вот позвонил человеку, допустим, горячая линия, которая сейчас в эти минуты идет в областной прокуратуре, позвонил человек и пожаловал сомнения выплачивать заработную плату. Вот уже неделю, допустим, да. Вы взяли на контроль и организовывается по каждому звонку, организовывается проверка. Конечно. Вы выезжаете на место. Допустим, позвонили из Оржева, из того же, из Бежицка, из Максатихи. Органы прокуратуры, да. Естественно, для нас, если мы говорим про конкретные мероприятия, которые в ходе проверки осуществляются, то это, во-первых, в ходе такого поступившего звонка на горячую линию, необходимо установить, что за организация, где она находится. Ну, как правило, у работников есть там трудовой договор, если на руках, то это ИНН. По ИНН через Легрю у нас в сети можно все узнать, посмотреть, что за организация с выходом на место. Ну, в общем, нужно выйти в организацию и посмотреть, фактически платится зарплата или не платится. Вы приезжаете, конечно, не предупреждая, или звонок предварительный есть, мы к вам приедем. Ну, что, значит, у нас вносится решение о проведении проверки, которая доводится до руководства. И в рамках этого решения, в рамках полномочий, представленных федеральным законом о прокуратуре, предоставляется вся необходимая нам документация. То есть, обязаны предоставлять? Обязаны. Обязаны. Есть такое, что вот они говорят, а мы не будем вам ничего предоставлять? Ну, это... Или уже другая ответственность может наступать, да? Да, это уже не про это. Так, тут речь идет о том, что прокурор может с выходом на место прийти и посмотреть все документы, которые ему необходимы. Запретить ему войти не представляется возможным. И не предоставить эти документы тоже не имеют права? Не предоставить не имеют права. То есть, это уже препятствия недеятельности? Да, конечно. То есть, если у нас организация, которая работает, осуществляется деятельность, то есть, там, значит, должны быть расчетные листки в подтверждение. Ну, платежные поручения в подтверждение выплаты работнику. И, как правило, если организация начинает что-то нам не предоставлять или как-то воспрепятствовать, то это уже лишний признак того, что в этой организации что-то нечистое. Да, они все в порядке. И тут, так скажем, избежать уже установления истины не получится. Это не на руку, да, этим товарищам? Екатерина Анатольевна, вот вы представляете, в судах, да, вот такие-то, вот они, как правило, они, как проходят в судах, доказательственно? То есть, вы выходите в суд с полным набором доказательств, как суды воспринимают? Да, мы действительно выходим уже с полным набором доказательств, которые у нас исследуются в суде в полной мере. В стадии предварительного расследования непосредственно в полном объеме собираются. Очень редко бывает, когда какие-то документы еще приобщаются в суде, ну, по крайней мере, с нашей стороны. Обычно это со стороны защиты предоставляются документы, что надо все-таки понять, простить. А, ну да, там же защита, да, тоже, они свою сторону. Ну, мы отстаиваем свою точку зрения, непосредственно ту квалификацию, которая была предъявлена непосредственно работодателю. Ну, и как я уже вот в начале нашего эфира говорила, за прошлый год 9 человек осуждено, и только пятерым получилось избежать уголовной ответственности, и то только с применением в отношениях судебного штрафа. А, ну судебный штраф был? Да. Все равно понесли ответственность? Да, они понесли ответственность, ну, конечно, не в таких колоссальных размерах, до 500 тысяч, но вот было одно уголовное дело, где был штраф применен 25 тысяч рублей в отношении работодателя. Однако нами данное решение было обжаловано, ввиду того, что не в полной мере со стороны защиты были предъявлены доказательства, что он возместил в полной мере перед работниками ущерб, причиненный им. В настоящее время сейчас проверяется дополнительно в апелляционной станции наше представление. Вот, допустим, работник работает и знает, а какая хорошая, какие хорошие юристы работают у меня на предприятии, и точно вот ничего прокуратура с нами не сделает, да? Люди боятся звонить о том, что существует на предприятии проблемы? Сообщать. Потому что вот мы уже эту тему обсуждали, потому что, ну как, я пока, слава богу, работаю, времена такие, а я сообщу, да, прокуратура, и меня вообще выгонят. Есть такое? Вы знаете, я думаю, даже вот если именно бояться, тогда вот если человек чувствует страх, вот это главный признак того, что нужно обратиться. Потому что бывают такие случаи, что люди не обращаются из-за того, что понимают, что это ни к чему не приведет, либо просто потому, что как-то, может быть, уважают своего роботодателя, или еще по другим причинам. Вот, ну, действительно, бывают такие случаи, что и боятся. Ну, здесь мы проводим разъяснительную работу, мы проводим ее на предприятиях, на которых возникает или возникала задолженность по заработной плате. Это работа с работниками направлена на то, что не нужно вам бояться, это ваше право. Ваше право. Вы работаете для того, чтобы обеспечить себя, свою семью, накормить своих детей и так далее. И никакой здесь ни страх, ни какие-либо другие причины не должны ущемлять вас в этом. То есть, если вы понимаете, что вам нужно заплатить, вам должны заплатить заработную плату, а вы ее не получили, то это неправильно. На телефон горячей линии можно позвонить анонимно? Ну, я все-таки боюсь, но я хочу сказать, называется, сообщить, что что-то не то на предприятии. Анонимные звонки принимаются? Да, конечно. Анонимные звонки также поступали. Единственное отличие здесь в том, что человек не получает ответа, как бы, на такое обращение. Ну, потому что на анонимное обращение некому ответить, как правило. Но органы прокуратуры на таком направлении деятельности, как трудовые права граждан, оплата труда, любая информация, которая поступает нам и из СМИ, и из других источников, и от анонимных заявителей, должна проверяться. То есть, такая сразу информация берется на карандаш и проверяется. Тем, кто в эти непростые дни вдруг подвергся сокращению, давайте алгоритм действий работникам обеспечим. Что должен сделать в этом случае работодатель по закону? Да, здесь о чем говорится? То, что работодатель, естественно, не может так вот с бухты барахты сказать работнику, что... Завтра все. Завтра все, ты сокращен. Нет, это целая процедура. Работодатель обязан заранее уведомить своих работников, которые подлежат сокращению. Также проект приказа о новой штатной численности направляется в профсоюзную организацию, если она на предприятии имеется, конечно. Также заранее уведомляются органы занятости населения по территориальному признаку. Поэтому тут целый ряд требований к работодателю. И потом какие-то выплаты, да, это уже предусмотренные, либо... Но самое главное, что уведомляется центр занятости, который уже вам что-то должен подыскивать, да, какое-то место, что высвобождается на рынок труда. Да, центр занятости должен знать, это уже мы переходим к законодательству о занятости населения, поэтому тут уже целый ряд механизмов опять начинается на то, что, значит, будет высвобождение большого количества человек, значит, надо как-то активизировать свою работу для поиска подходящих мест, это работа... Да, ну, наверное, как и вы, так и тот же центр занятости в этих условиях, в условиях иностранных предприятий, они тоже имеют это в виду, что такое может произойти. Да, конечно, да. Ну, вот с иностранными предприятиями у нас пока до сокращения работников не доходило, по крайней мере, такой... Насколько мне известно, они просто приостановили работу, да, с выплатой заработной платы. Даже не все, не все. Даже есть, которые просто работают. Кто-то работает, да, в штатном режиме, да, заявляя о том, что они настроены на то, что... Ну, как правило, руководители организации — это люди бизнеса, а для них взять и приостановить деятельность, которая приносила прибыль... И тем более, что столько вложили в это предприятие огромные деньги. Это как ножом по сердцу. Непосредственно руководитель, который находится здесь и работает, руководит предприятием, он никогда не будет заинтересован в прекращении деятельности. До этого, пока вот именно до сокращения и до прекращения ликвидации предприятий, таких вот у нас пока не доходило. Не доходило. Екатерина Анатольевна, ваш совет жителям региона? Программа заканчивается? Не бояться обращаться, если возникли действительно проблемы с выплатами зарплат по тому алгоритму, который озвучил мой коллега Игорь Анатольевич. Действительно, время сейчас достаточно сложное, сколько оно будет продолжаться, никто не знает. Мы всячески окажем содействие в качестве проверки непосредственно выявления состава преступлений. В дальнейшем данные материалы передаются в Следственный комитет Российской Федерации, после чего уже с нашей стороны, непосредственно нашего отдела, поддержание, полное поддержание государственного обвинения по данной категории уголовных дел. Игорь Анатольевич, пожелание? Ну, отчасти аналогично, как лицо непосредственно осуществляющее надзор и проводящее проверки в исполнении федерального законодательства данной части, действительно не бояться обращаться в органы прокуратуры, понимая, что прокуратура это, скажем так, надежный защитник. И никто никак лучше, чем органы прокуратуры в этом плане вас не защитят. Спасибо огромное за участие в программе. Уважаемые друзья, заканчивая эфир, хочу еще раз обратиться к вам о соблюдении бдительности. Буквально вчера на общественном совете начальник ОВД Петр Пырх сообщил, что мошенничество с продажами и покупками на том же Авито продолжается, они, возможно, усиливаются. Хотя мошенничество с банковскими картами резко пошли на обыль после 24 февраля. Это значит, что наши с вами нажитые деньги обманным путем получали те, кто проживает на Украине. И еще участились кражи из автомобилей. Пожалуйста, будьте бдительны, внимательнее и сохраните свое нажитое имущество. И будьте здоровы. Спасибо, уважаемые друзья. До свидания. Спасибо. До свидания.